Субтитры сделал DimaTorzok Кот не может слезть с дерева Приманить? Чем? Едой Единственное, это попробовать, наверное, на дерево завив, как-то ее спасти, но я потом же не слезу Он сам проголодается и спурсится Не обязательно Ну он не помрет Я не видел, чтобы какой-нибудь джерек, так кот высох Что нужно делать, если вдруг летучая мышь залетела в квартиру? Их не существует же Не знаю, я их ни разу даже не видела у нас Я даже не знала, что у нас слетают Бегать по квартире Ну как ты словишь мышь ли-то, что у нас будет это? Можно открыть все окна и как-нибудь помочь ей вылететь Чем-нибудь подручным, средством, не знаю, там, либо пледом каким-нибудь в окно начну выгонять, либо еще чем-нибудь Ну надо аккуратно, чтобы крылья не поранить В детстве просто, когда на каких-нибудь стройках лазили, мы обычно просто какую-нибудь тканью накидывали и все То есть и ловили это? Ну И что-то там ткань просто выхапнули Ну там, что делали уже Она тебя укусит, выпьет твой кровь Я в мультиках такое видела Окно откроешь сама и вылетит Попробовать прикормить возле окна Накрыть чем-нибудь таким объемным А вдруг они переносят какое-нибудь заболевание, это же мышь Ну он может немножко быть и опасным, может иметь какие-нибудь микробов таких ненужных Да ничего не делаешь Попросить, чтобы он ушел Ну если она залетит, то я ее оставлю Что делать, если к вам в дом заползет змея? Ну все, это теперь ее квартира У меня дома были змеи, и они спали, и все В туалетах говорят, вылазят, но я слышала Ну в любом случае я запрусь в комнате, и потом уже буду искать в интернете варианты, что можно снизить Вернее запру змею в комнате Закрываем в комнате, да? Да и убегаем Можно в принципе взять кастрюлю Повесить кусочек мяса и за собой за дверь Тут ее надо чем-то выхранять Не, ну если змея не ядовитая, ее можно как-то А как ты знаешь, ядовитая она или нет? Ну подсуни свою руку, кусай, проверим, ядовитая это или нет, да? Поймаю ее За хвост Буду звонить в МЧС, а куда? Я дома сразу уйду, я не знаю, что делать, змею, как выгнать змею? Будете звонить в МЧС в этом случае? Ну в этом лучше, наверное, да, позвонить Вот в этом случае нужно Вызывать, ага Вот это реально вот случай такой, да? А что делать, если вдруг вот на балконе вы увидели, что хосы там делают свой бонус дом? На балконе у меня Да Есть балкон? Нет Я сначала обрабатывал этим, есть такой диклофосмод, именно им запшикать гнездо в темное время суток, либо когда уже наступит осень, когда они в спячке, ведро ударить, оно падает и куда-нибудь подальше Вообще в любых ситуациях я звоню маме, а потом мама уже мне говорит, что делать А папе почему нельзя позвонить? А папа сказал, пока он на работе, его не беспокоить Костюм такой Ну специальный костюм Специальный этот костюм у нас, да, у нас специальная такая отрава мыпырская Ну если они в окна не летают, нормально Пусть живут, а так можно уже их и дым оттравить А МЧС Беларусь в помощь рядом Кликайте, что делать, и тут все эти варианты есть МЧС приложение? Да, приложение на андроид Скачайте Да, скачайте Вот хорошо, спасибо, интересно почитать Много же чего и не знаешь в жизни Вот такие ответы мы получили от минчан И стоит заметить, что почти каждый из них приходил к выводу, что необходимо обращаться в МЧС Да, пожарных вызову Вызвать МЧС, да? Конечно же, я типа позвоню с пожарным Можно вызвать МЧС? Вызвать МЧС? Но мы-то с вами уже знаем, что с каждой из указанных ситуаций вы можете справиться сами Ну а если забыли какие-то рекомендации, вы всегда можете обратиться к мобильному приложению МЧС Беларуси «Помощь рядом» Ну а если без помощи спасателей не обойтись, звоните по номерам 101 или 112 Увидимся в следующем выпуске Пока! 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 Субтитры сделал DimaTorzok